МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И мы с Юрием Федоровичем договорились, что сегодня мы поговорим о воспитании молодежи. И как бы эта тема для кого-то, может быть, не звучала скучно или обыденно, на самом деле это далеко не так. Существуют различные варианты такой работы, о чем сегодня, я надеюсь, Юрий Федорович нам расскажет. Но прежде всего, наверное, вот ваша организация, Союз ветеранов России. Скажите, пожалуйста, а в чем ее уникальность? – Дело в том, что наша организация первая, нам 60 лет в прошлом году было, это первая и долго была единственная в Советском Союзе общественная организация. Вот раньше же нельзя было так. Собрались три человека и создали организацию. А предыстория такая. Десять лет прошло после завершения Великой Отечественной войны, Второй мировой, вернее, вот здесь связанной с иностранцами, обратились американцы. Тогда другие отношения были, еще свежи были воспоминания об общей победе. Говорят, мы хотим встретиться с теми, с кем на Эльбе встречались. Прошло десять лет. У нас такой организации в Советском Союзе не было. И срочно ее создали, вот как, но комитет, советский комитет ветеранов войны, только ветеранов войны, только кто воевал. И вот с тех пор мы ведем свое летоисчисление. Значит, сейчас прошло много реорганизаций всяких, сливались, разливались, но, в конце концов, вот за Союзом ветеранов России осталась награда, это Орден Отечественной войны первой степени, и знамя Всемирного Совета мира с голубем, тоже такое красивое, что нам дорого. Поэтому, в общем-то, в этом наша уникальность, и мы просто не можем плохо работать. Мы должны лучше работать других ветеранов. Юрий Михайлович, да, но на самом деле, мне кажется, вот в какой бы ты ветеранской организации ни состоял, важно не ее форма, наверное, важно то, что у тебя в сердце, то, что у тебя в душе, и важно, хочется ли тебе жить и что-то делать. Правда же? Насколько я понимаю, вам-то хочется. Ну, этим я уже около 20 лет занимаюсь. Была своя корысть, так сказать, когда стала подрастать внучка. Я уже завершал и службу, и потом в антимонопольном комитете два с половиной года работал, и почувствовал, что все, здесь важнее. То есть у нас такой широкий подоконник, и вот она забиралась и смотрела, когда я приду. И когда я поднимался по лестнице, раздавался вож с краснокожих. Дед, на юлицу! То есть все, надо заниматься ребенком. Сейчас ей 23 года исполнилось недавно. Она окончила архитектурное отделение строительного нашего университета. Но вот все эти годы я фактически и ей отдал. И вот рос по общественной линии, начиная от двора, от классов, потом зауч говорят, а пошли в другие классы, а потом в другие школы. А потом вот стал неожиданно... Я очень-очень доволен, что я работаю в этом областном комитете, где вот этот дух остался ветераном Великой Отечественной войны. И остались еще 90-летний вот золотой фонд наш. Что вы говорите? Вы знаете, Крутовская, ну, я боюсь, всех я не назову, кто-то уже мало передвигается, трудно в область ездить, за ним надо машину подать, надо помочь, он еще может выступить. Но так как у них молодо светятся глаза, так как они могут общаться с детьми, вот кто войну прошел, это удивительное поколение. И мы стараемся вот с них пример брать и продолжать их вот традиции, дело, общение с молодежью. Юрий Федорович, вот заговорили про внучку, я сразу подумала, родители сегодня все настолько заняты, потому что время сложное, работают много. Вот каждому бы ребенку как минимум под воде, да? Да, ну одного хотя бы. Ну хотя бы одного, да. Ну, на самом деле, молодежь-то сегодня ведь достаточно развитая и прогрессивная. И, например, если брать какие-то современные технологии, компьютерные, информационные, они умнее вас, да? Они больше знают. Они информирование. Они информирование, да, вы совершенно правы. Они информирование. Поэтому вот просто... Но у них меньше жизненного опыта. Да, но важно же, чтобы они услышали. Поговорить-то можно. Они, может быть, даже из уважения посидят тихо. Но не это главное. Главное, что они услышали, что у них отложилось. Так вот, как началось ваше общение именно вот уже широкое с молодежью? С чего началось? И что это за история с самарскими двориками? Вы знаете, вот на последнем каждые вот пять лет, когда юбилей Победы, собирается оргкомитет во главе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Вот на последнем заседании оргкомитета перед 9 мая прозвучало неожиданное. Это не Путин сказал. Сказал Рогозин в конце, что у нас появилась проблема контакт молодежи с ветеранами. То есть нам бы не дает такого эффекта это общение, как давало раньше. Ну, я помню все это при советской власти. Зоя Ксензианская, Александр Матрозов. Вот этот набор, все срабатывало. Сейчас другие герои, конечно. Вы знаете, вот вы про детей заговорили. Не то, что они вот информированные, они действительно, они замечательные. Они, это, ну, иначе бы опять мы опустились туда, откуда поднялись. А так и должно быть. По спирали. Конечно. То другое поколение должно быть. И оно и умнее, наверное. Оно и умнее. Потому что тот объем знаний, который они усваивают, нам, не знаю, здорово все. Ну, сложно было бы, да. Да, сложно было. И вы знаете, когда с ними разговариваешь на равных, ну, вы посмотрите, как Путин разговаривал с детьми. Я просто, не знаю, мне завидно стало. Вот почему мы не можем так часто? Почему мы иногда не достигаем вот той цели, которую поставили, ну, не зацепляем, вот даже так можно сказать. Почему? Потому что этому надо учиться. Это надо в себе. Ну, вы знаете, любой человек интересен. Ну, вот смотрите. Я в школе, наверное, разговаривал с ветераном, что ты не выступаешь. Узнал, что у него орден Трудового Красного Знамени. Это вторая награда в Советском Союзе была после первой ордена Ленина. На заводе Масенького работал. Я говорю, ты почему не идешь? Почему? Ну, вот они в бухгалтерах, бухгалтера ходят там, в юристы в основном. Ты мастером работал. Ты вот уникальные вещи делал, организовывал этот самый процесс производственного. А что я скажу? Я просто ходил на работу. И вот когда мы с ним поговорили, он мне рассказал. Ну, расскажи, как ты просто ходил на работу. Да о нем книгу можно написать. То есть это, вот это надо, вы знаете, мы сейчас начнем, вот, наверное, с учебного года. Ну, типа курсов каких-то, таких. Центр, вот я был у Беловой, Кати, в Минобразовании. Мы договорились, она даст специалиста. Может быть, мы создадим центр такой, который бы помог в выступлениях, подготовке выступления. Ветеранов учили. Ветеранов учить будем, ветеранов. Да что вы говорите, интересно. Вы знаете, ой, иногда ведь просто, к сожалению, ну, бывает, что, ну, не несет информацию. Но не каждый может быть услышанным. Совершенно верно. Не каждый может быть лектором, не каждый может быть педагогом. Но азы вот этой работы. И потом, вот чем мы прославились. У нас юбилейный год, 45-й год нашей организации, Самарской. Мы сделали, изготовили 15 раздвижных стендов таких вот, которые в тубы сворачиваются, быстро разворачиваются. Сзади там стержень такой. Раз, по-военному прям все. И можно 15, можно два. Все и там по Великой Отечественной войне. А помощь-то какая? Переносной музей. Презентацию, да, такую, говоря современными языками. Мы грант выиграли, потом закрыли его, слава богу, долго мучились, потому что мы это не очень умеем. Нам легче выступить, чем эти бумажки оформлять. Но осилили. А какая помощь? Человек, который не очень может выступать, вот ходи и показывай. Вот мы в 70-й школе первый раз, все 15 расставили. Вот эти от Смоленского сражения, Московское и до Дня Победы. Там еще узники, там еще как освобождали Европу. Вот скажите, что Европу не освобождали. У нас стенд такой есть. Вещдок. Вот. Так пришла заучка, говорит, а вы не могли бы еще? Пожалуйста. А вы не могли еще? А вы оставьте нам на недельку, представляете? Какой интерес. Юрий Федорович, ну вот вы правильно, это вообще хорошая идея. Сегодня ведь молодежь в первую очередь, наверное, глазами, да, зрительно воспринимает информацию, а потом уже все остальное. Им врать нельзя. Но вы мне все-таки... Их надо, вот если намечается, особенно в это вот переломное, сложное время, вот я 10 минут оставляю обязательно на текущий момент, как раньше говорили. Без этого просто нельзя. После того, как ко мне один мальчик лет 14, после моей беседы подошел, он постеснялся сказать это на люди, говорит, дедушка, а так ли нам в Сирии-то это нужна? Ведь столько денег идет. Что, жизнь-то хуже стала? Я говорю, да, ты прав совершенно. Давай рассуждать, ты кем хочешь? Вот тем-то, институт так, а придут, если не дай бог, вот не знаю кто, кем ты будешь, ты понимаешь, оно того стоит. Они же сюда придут, они на Кавказ, они по Волжье подожгут у нас, если мы там их не победим, как говорится, не поможем вот эту заразу уничтожить. Вот видите? Да, Юрий Федорович, ну все-таки обещали мне про Самарский дворик-то рассказать. Значит, ну вот с чего началось? Вышли мы, ну вот вывели мы трехлетнюю Лану нашу, а потом вышли еще несколько мам и дедушек, как раз несколько детей было, человек 9. Походили по этому двору, Ульяновская, Галактионовская. Одни ржавые качели были с того, этого самого, с прошлого, с 50-х годов ничего больше. Ограждений на детской площадке не было. Вот, то есть вот такая картина. Ну мы посмотрели и засучили рукава и пошли по двум направлениям. Вот сейчас одно направление идет, очень хорошо. Вот выборочно, вот это вот, как он называется, выигрывает. Украшают дворы. А, прекрасный получишь двор, старье уйдет, новое прекрасное, вот, но, а вот изменится ли что в жизни детей? Вот вы знаете, мы пошли сразу и по другому направлению. Мы стали все время проводить с ними, ну как это, мероприятием даже не назовешь. Костер с картошкой, связались с бардами, песни стали петь. Костюмированные баллы устраивать. Никогда этого не было. Нет, 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 извиняюсь. Это было. Там два дома. До войны, наверное. Военные, военные. С 30-х, 36-го года постройки. И вот, когда там был закрытый двор, когда там было офицерское братство, никто и не жил больше, все друг друга знали. На набережной вот эту часть, она сначала НКВД была, сейчас она, гвардия, кстати, элитная. Вот, вот эти дома построили два дома. Один офицерский, а другой генеральский. Там еще был военсклад, часовой стоял. Ну, вроде как, он склад охранял, а думали, и дом-то... Но он и задуман, конечно, никто же не пойдет. Двор закрытый. Что там было в мое детство, вот, я туда переехал 15 лет, мне было. Первый дворик напротив Вавилона, где я был мальчишкой военное детство провел. Вот там я тоже почувствовал, что... Что такое двор? Было трудно. Было тяжело. Но вот, вы знаете, озабоченные лица, помню. Помню, видно, что человек кушать хочет. Особенно ребенок. Но злых не было лиц. И когда, вот, прям как у Жеглова в этом фильме, один раз был страшный крик, похоронка пришла. Второй, примерно то же самое, выскочили. Домком же у нас тетя Таня такая была. Что случилось? Карточки украли. Женщина, они же не восстанавливались. То есть это вообще, если вот так бросить людей, ну, это на голодную смерть. Вот. Двое детей. Женщина где-то работала на заводе. Вот. Вот эта тетя Таня к ней подошла. Ну, чего ты кричишь? Все живы. Прокормим. Кто картошку, кто морковь, кто кусочек хлеба, луковичку, супчику нальют детям. Прожили месяц. Вы понимаете? Вот сила вот этого дворового братства. Ну, Путин, когда в Артек приехал, он чего пожелал прежде всего? Сдружиться. Выговорит, я вам желаю подружиться. А здесь дружба возникает сама собой. А как человек учится быть человеком? Как он учится вообще вот не врать, не ябедничать, быть товарищем? Ну, где он научится? Со взрослыми он не научится этому. Во дворец пионеров, там, в какой-то кружок, сейчас все сложнее. Или в пионерлагерь, все сложнее и сложнее. Вот смотрите, что мы сделали. Ну, мы как дети войны, упертые. Мы все всегда делали на совесть. Значит, мы объявили конкурс детей на эмблему двора. Так появилось солнышко, сердечко солнышка, и грабли, и лопата на перекрест. Значит, эмблемы есть. У нас папа один художник, тут же все это воплотил, знамя получилось. Мы его стали вывешивать. Значит, дети сами предложили. А вот барды же у нас стали приходить. У нас Алина Симонова была, пела. Вот сейчас она в Москве, одна из ведущих бардов. Она была у нас во дворе. Еще многие были. И мы к ним обратились, говорит, помогите дворовую песню написать. Никто не напишет. Это только вы напишете. И вот одна девочка написала. А вот кто нам подыгрывал, Панчина Ольга, Панчина Ольга приходила нам на гитаре играла. Она подобрала музыку, получилась приличная такая песня. И она заняла первое место. Здесь объявили конкурс в городе. Она первое место заняла по городу среди творчества детского. 4 тысячи рублей дали ребенку. Тогда деньги были. Это лет 10 назад. Юрий Федорович, а сегодня-то продолжается все у вас во дворе? Вы знаете, прерывалось. Прерывалось другое поколение. Но сейчас второе дыхание появилось. Сейчас нам формы малые меняют. И мы все возродим. Люди загорелись. Поддержат. А песенка эта вообще удивительная. Я вот ее все не помню. Я бы часть спел. Там еще интересно получилось. Там один куплет, перечень имен. Никуда он не лезет. А вот наши композиторы сейчас говорят, это припев готовый. Жорик Люба, Милана, Марина и Стас. Две Даши и Стас. Стас. Двор подружат нас. В общем, здорово. Ну, если первое место по городу заняла песня. Так у нас песня появилась. Она, кстати, записанная. Ее можно прокрутить. Мы будем это продолжать дальше. Вот сейчас смотрите. Октябрьский район заключил администрации договора с миром, институтом. И там по четыре часа по графику в отдельных дворах не праздники проводят, а работают с детьми. Книжку читают, в бадминтон поиграют, там расскажут что-нибудь, хорошему научат. Как бояться слова улицы. Вы понимаете? Всегда боялись улицы. А вот такой улицы бояться не надо. Но это надо вложить душу. Да в том-то и дело, что над этим надо работать. И если не будут участвовать родители, ничего. Ну, у вас праздник можно, если вы не хотите, дом сделать? Нельзя ведь, да? Ну, конечно. Так и здесь. Конечно, конечно. Люди сами не заходят. Но оно того стоит. Юрий Федорович, а почему вы принесли к нам самолетики? И я, наверное, зрителям скажу, что их на самом деле с собой у Юрия Федоровича гораздо больше. Мы вот так вот два решили. Я их собрал. Так, то есть вы коллекционируете. Я их коллекционировал, но не для коллекционирования, а чтобы показывать ребятам. Вот вы знаете, еще одна из особенностей хорошего выступления ветерана это говорить часть своего выступления, посвятить тому, что ты прошел сам. Вот почему, вот когда выступает Нина Алексеевна Крутовская, нашу, почему вот так вот замирает зал, потому что она войну прошла медсестрой. У нее негде, уже некуда вешать награды. Уже места нет. И заделывать, это действительно. И она рассказывает то, что она прошла. Боевые точки кто прошел. Вот они могут об этом интересно рассказать. А кто что-то делал интересное в жизни получалось, об этом надо обязательно говорить. Я специалист в области аэрокосмической техники. Я когда поступил на пятый факультет в 61-м году в авиационный институт, кстати, я поступил на радиоэлектронику, туда брали только медалистов. Вот такой факультет был. Еще автоматика-телемеханика была в политехническом, такой факультет. Вот. И меня... Первый год мы работали и учились. И меня оставили при институте. В подвале там был электроцех. Где экспериментальный завод и электромонтажный цех. И вот я своими руками собирал приборы. Представляете? Фотографии сохранились такие. Вот. И потом еще я работал в институте на электронно-счетной машине. Вот сейчас эта машинка-то вот, да? А у нас зал был огромный с поддувом. Вот. Урал-2. Вот. Очень интересно. Чего ты знал? Чем занимался? Приборы шли куда-то там дальше. Ученые создавали их. Мы своими руками делали. Вот. Поэтому то, что прошел сам, то, что ты знаешь... 12-го числа был праздник. Оказывается, наш губилей. 105 лет. ВВС. Вернее, теперь уже ВКС. То есть вот воздушно-космические войска. Уже несколько лет. Почему? Потому что вот он взлетает по ракетному, а садится по самолетному. Ну, буран. По самолетному. По самолетному, да. Здесь уже не поймешь. Настолько все переплелось. И вот я эти самолетики, я во дворах, в школах. Недавно Ольга Львовна Черныш, зав. отделом культуры Ленинской администрации, вот предложила, давайте мы около Устинова там на скверике развернем, и вы будете показывать и рассказывать. Так отбоя не было. Подходят мальчишки, глаза загораются. Вот я... Ведь кто видел самолет, который сбили турки? Вот. Вот. Су-24. Фехтовальщик. И если бы вообще самолет удивительный эти. Если бы он... Даже мысль была, что его собьют, он бы первый сбил. Он мог сбить первый, но никто же не знал, что партнера, так называемый, вдруг такая подлость, да еще расстреляют, когда садился. То есть, вот это МиГ-35. Это уникальнейший самолет сейчас. Это надо все показывать. Это очень интересно детям. Я показываю навигацию, фотографию нового спутника, вернее, станции, вот той, которая полетит, ракетный корабль, который полетит на Марс, может быть, на Луну. Вот. Если я этим завладею, если я знаю много деталей, подробностей, могу интересно рассказать, почему не рассказывать, вот получается. Но вы все свои модели берете? Ну, не все, часть. Я, это, жена ругается, ты что опять потащил? Уже и поднять нельзя. Выборочно, конечно. Вот если Великой Отечественной войне, у меня набор этих самолетов, которые, значит, помогли выиграть Великой Отечественной войне. А какими больше дети интересуются? Современными? Современными, конечно, современными. Их больше даже космос интересует. Вот вы знаете, вот даже, ну, при всем, при всей важности Великой Отечественной войны, при всей значимости всего этого дела, все-таки зачастую, как Куликовскую битву уже воспринимают вот это дело. А это живой интерес. Время идет, да, конечно. Конечно, конечно. И, наверное, может быть, это и так страшно. Да, ну, правильно, но надо связывать. Мотивация. Вот почему матросов, вот ведь говорят, матрос поскользнулся, да? А Зоя Ксмодемьянская была немножко, значит, нездорова, что-то такое совершила. Но с этим, а как с этим бороться? Как? Так, ведь вот, если бы не было массового героизма, ведь не знаю, как война завернулась еще бы, и на сколько лет. Потому что, вот смотрите, что, не умели воевать французы, не умели бельгийцы воевать? Да все умели. Героизма-то такого не было. Самоотверженности не было. Недели две-три, Франция месяц, и нет Франции. А мы-то выстояли. Хорошо. Благодаря вот этому. Юрий Федорович, в принципе, уже скоро прощаться будем со зрителями. Скажите мне, видите ли вы результаты какие-то своей работы? Вижу. Они же, понятно, их нельзя взять, там, пощупать, показать. Вот что, в чем они? Вот вы знаете, ведь к нашему ужасу дети, подростки пошли на улицу за определенными политиками, которые стали мутить воду. Вот я уверен, кто у меня был на пешеходке по Самарской площади, вот по этим мемориальным доскам, вот это еще одно. А кому вы проводите такую экскурсию? А мне дают детей, лагеря летние, пожалуйста, звонок. Вы можете, вот в 12 мы приведем. Я собираю около Ленинской администрации, около доски почета. Там есть прекрасная вот стенка такая с информацией для начала о славе города Самары, города Куйбышева тогда. И потом пошли, пошли, пошли к Устинову, рассказывая об Устинове, об Амениве, о Лукачеве. Это история города уже получается? Это получается уже история города. Вы знаете, есть хорошее выражение, что памятники, вот эти мемориальные доски, это мужество, отлитое в бронзы. Это действительно так. А если никто в доме, извиняюсь, не знает, что на той стороне вот дома висит доска человека, который здесь жил и сделал славу города, это плохо. Многие не знают. Солдатов. Я с ним, в общем, я дружил с ним. По общественной работе мы с ним встречались. Ну, то есть это интеллигент интеллигентов. Это такое чудо. Он же пел профессионально, вот кто знает. Записи сохранились. Он ходил в военно-медицинскую академию и напротив в консерваторию. Любил петь. Капитан-то первого ранга с кортиком, вся грудь в орденах, на гранатах. Когда приходили вот особенно он и Ярошевский. Вот я в райкоме работал, ну, был такой орган, властик, из песни «Слово не выкинь же». Но это был центр власти. Все туда ходили, все советовали, значит, решали вопросы. И если приходил Ярошевский, все знали уже от вахтерши. Он начинал весело разговаривать с вахтершей, и все, и пошло-поехало. Говорит, это Ярошевский пришел. То есть это были удивительные люди. Виктор Павлович Лукачев первый с девочками-студентками здоровался. Первый. И все это знали. Юрий Федорович, просто, если кто-то сейчас, мало ли, заинтересовался, можно присоединяться вот к этим экскурсиям, да, и вы будете проводить. Конечно, конечно. Вот через Ленинскую администрацию, вот Ольга Львовна Черныш, да там любой меня знает, только скажут, я, кстати, можно и взрослых, я вот стал водить 2-3 учителя. Господи, а мы тоже не знали этого. Юрий Федорович, я надеюсь, что нас сейчас все услышали. Спасибо огромное, что вы пришли к нам в студию. У нас сегодня был Юрий Хартуков, член Президиума Организации Ветеранов России, а мы прощаемся с вами. До встречи в городе Ясс. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо.